Строительство Кремля завершилось в 7028-е лето от сотворения мира или 1520-й год от Рождества Христова, как говорится в воскресенской летописи. В лето 7028-е свершиши город на Туле камень. Башня от Удоевских ворот или Казанская башня. В нише над воротами находится икона Казанской Божией Матери, отсюда ее второе название. В Кремле имеется 9 башен, 4 из них являются проездными. В 1784 году, во время первого капитального ремонта Кремля, башня Удоевских ворот получила надстройку в виде вышки с куполом и шпилем с орлом. Все это время Кремль являлся домом для всех туляков. Согласно Песцовым книгам, в конце 17 века в Тульском Кремле было 107 дворов и 197 жителей. Первая улица Тулы находилась тоже в Кремле и называлась Большой Кремлевской. Стены Кремля покоятся на мощном фундаменте до 8,5 метра глубины, в свою очередь лежащем на дубовых сваях лежнях. Наружные стены Кремля выложены в нижней части из тесанных белокаменных плит местного известняка, расширяющемся к низу цоколя, а выше – из хорошо обожженного большимерного кирпича и завершаются двурогими зубцами в виде ласточкиного хвоста. Стены Кремля отесаны до полукруглого каменного нижнего валика, опоясывающего их по периметру, включая башни, а ниже валика переходит в наклонный цоколь, увеличивающий толщину стен. В толще цоколя прорезаны щелевидные бойницы подошвенного боя. Первый каменный Успенский собор с пределами во имя Архангела Гавриила и Тихона Амафунского возвели во второй половине XVII века. Через сто лет он обветшал и его разобрали. Взамен него в Кремле построили новый Успенский собор, сохранившийся до наших дней. Строительство началось 7 мая 1762 года на средства тульского купечества стоимостью 30 тысяч рублей, завершилось в 1764, а потом еще два года производилась стенная роспись храма. Собор был построен как летний. Богослужения здесь проводились только в теплое время года, с Пасхи до Покрова. Эконостас был семьярусным. Колокольня Успенского собора была построена в 1772-1776 годах. Ее высота 70,4 метра. Венчает ее позолоченный шпиль с часами. На колокольне установлено 22 колокола. Богоявленский собор был построен в 1855-1862 годах в память о павших воинов в Отечественной войне 1812 года. Собор был зимним. В двухэтажном храме было освящено два предела – святителя Николая и князя Александра Невского. В 1989 году в нем разместилась экспозиция Тульского музея оружия. Собор был зимний. Башня Водяных ворот. Через нее спускался крестный ход на Богоявление для водосвятия. В XVIII веке она называлась Воскресенской. Сейчас через башню открыт проход на Казанскую набережную. В ДВЕРЬ. Казанская набережная появилась в начале 18 века, когда для обеспечения водой строившегося Тульского оружейного завода, русло реки Старой Тулицы выпрямили и расширили. В результате по берегам канала образовались набережные. Наугольная башня. Ближайшая к реке Упа. Другое название Мясницкая башня у мясного ряда, так как рядом с этой башней с наружной стороны стены располагались деревянные торговые ряды, где торговали мясом. В прошлом внутри размещался торговый склад. В 1830-е годы на территории Тульского Кремля были выстроены каменные торговые лавки. Подрядчиком при строительстве выступил купец первой гильдии Иван Винников. Всего было построено 43 лавки. 9 ноября 1900 года открыли городскую электростанцию на средство городской управы фирмы «Сименс Гальске», которая была одной из первых в России. Три паровые машины вертикального типа имели мощность около 130 л.с. и давали ток по 84 кВт каждая. В 1930-е годы электростанция была закрыта, оборудование ее перевезено на остров Шпицберген. Башня Пятницких ворот, названная как и церковь Пороскевы Пятницы, ворота выходили на гостиный двор, сейчас на улицу Металистов. В XVI веке в небольших сводчатых камерах внутри башни хранили мушкеты, карабины, латы, пули и знамена. 7 июня 1568 года, во время пожара в Туле, находившаяся на Пятницких воротах, казна с зельем взорвалась, повредив башню. Позднее она была восстановлена. Спасская башня построена напротив Спасской церкви. Первоначальное название – Вестовая, в ней висел набатный колокол, извещавший о приближении врага. В прошлом под ней находился пороховой склад. Деревянный шатер над башней был возведен в ходе реставрации 1970-х годов. Музыкальный фонтан на Крестовоздвиженской площади открыли 8 сентября 2018 года. Башня Ивановских ворот выходит в городской Кремлевский сад. Первоначально она называлась Никитской. В 1553 году, недалеко от восточной стены Кремля, был основан мужской Иоанна Предтечев монастырь, по имени которого башня впоследствии стала называться Ивановской или Иоанна Предтеченской. Ивановская башня. В 16 века называлась Тайницкой, так как под ней начинался подземный ход к реке, протяженностью около 70 метров, обложенный дубовым срубом, тайный ход обеспечивал водой осажденных врагами туляков, но в 17 веке сруб сгнил и обвалился. Восстанавливать его не стали за ненадобностью. Затем, по названию построенного поблизости монастыря, башня стала называться Предтеченской. А позднее получила свое нынешнее название Ивановская. Башня на погребу. Под ней был воеводский погреб с запасами пищи, оружия и пороха. Это единственная квадратная башня из пяти глухих башен. Внутри башни разделена мостами на два яруса, а под ней находился погреб, в котором хранили оружие и порох. На этой башне отсутствуют бойницы, и она снизу ровная, без расширения кверху. Рядом с башней, в стене Кремля, имеется проход, углубленный в толщу цоколя, по которому можно пройти к берегу Упы. Никитская башня, названная так по району Никитский конец, по церкви Никиты Великомученика, некогда стоявшей здесь. Особенностью башни является то, что ее нижний ярус перекрыт полусферическими сводами. Здесь хранился порох, а также находились пыточные, где пытали воров и разбойников. Скульптурная композиция «Грибная полянка». Ее ко дню города в 2014 году подарила Туля Ольга Груздева, супруга экс-губернатора Владимира Груздева. Композиция отлита из бронзы, скульптор Юрий Уваркин. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всего вам доброго!